Здравствуйте! Начинаем нашу программу. Буду вести я, Хубан Мабиталеев. Со мной работает команда, небольшая команда, тележурналист Бакхут и оператор Джолдош. Мы будем вести передачу, строить передачу, название передачи в двух словах и выяснять то, что между этими словами. У нас есть родина, сейчас здесь проблемы. Проблемы между президентом, экс-президентом, бывшим президентом и государством. Он правил 6 лет, с 2011 по 2017 год, это Алмазбек Атамбаев. И первая наша тема, вот так и будет называться, государство и президент. Есть такое понятие соблазн возврата власти. Соблазн возврата власти. И это, по-другому, это еще называется реванш. Реванш. Когда ушедший от власти человек хочет вернуть эту власть. Это называется реваншом. Вот если возьмем пример американских президентов, Клинтон, когда он отработал свои сроки, два срока и ушел с должности, передал эту должность, то он не играл в политику. Он ушел из политики. Он играл на саксофоне, очень хорошо играл. Когда Барак Обама ушел после своих сроков от власти, сдал полномочия, он тоже не играл в политику. Он играл в спортивные игры, очень хорошо играл. Наш президент, экс-президент Алмазбек Атамбаев, тоже умеет играть хорошо на гитаре. Он играет на гитаре, сочиняет песни, поет про старушку мать, про березку белую. Очень хорошо, красиво поет, заслушаешься. Но если бы он просто пел, то не было у нас сейчас проблемы. Проблема, значит, конфликта между президентами и государством, экс-президентами и государством. И конфликт, конфликт налицо. Он стал заниматься политикой. И вот американский президент, я привел в пример, они никогда не говорили о том, что у них есть пистолет, и что они умеют им обращаться, и что будут защищаться этим пистолетом. Такого никогда не было. И такое просто немыслимо у них. Наш Атамбаев зачем-то говорит о пистолете, зачем-то говорит о том, что он будет защищать себя этим пистолетом. Он что, дуэль будет устраивать, или стрелять будет, или что он будет делать этим пистолетом. Зачем об этом говорить? У Чехова, знаменитого писателя, классика русской литературы, Чехова Антона Чехова, есть выражение «ружье». Если ружье появляется на сцене театра, то она обязательно выстрелит. Кто-то будет стрелять, или не будет стрелять, но он обязательно выстрелит. Он выставил на сцену пистолет. Теперь что нам ожидать, выстрел от этого пистолета? Или что? Вот такая ситуация. Вот сейчас есть осадное положение в селе Хойташ, где он находится. Хойташ. Это село недалеко от столицы нашей. Но постепенно превращается в некоторое подобие Брестской крепости. Там ставят юрты, туда завозят кровати. Там звучат речи в таком духе, что врагу не сдается наш гордый варяг. И там появляются ораторы, которых не было у нас до этого ораторы. Удивительные ораторы. Это смесь Муссолини и Акаева. Такие плаксивые, такие эмоциональные речи. Он просто рыдает с трибуны. Вот что сейчас мы имеем. И все это происходит на фоне его личного дворца. Ну, как назовем это дворец? Этот дворец похож на усадьбу графа Ростова с 19 века. Так живут наши экс-президенты. И создается, нагнетается обстановка так, что как будто сейчас там Дубосеково. Вот это в 1941 году было Дубосеково перед Москвой, когда фашисты шли на Москву и остановлены были в Дубосеково. Там была Памфиловская дивизия. Мой отец был в этой дивизии. Крылзы, казаки были в этой дивизии. Генерал Памфилов. Они остановили. Так вот это Дубосеково, сейчас напоминает Дубосеково. И там была такая фраза, отступать некуда, сзади Москва. Отступать некуда, сзади Москва. Не отступили. Но Атамбаев не хочет отступать. Атамбаев не хочет отступать. У него есть пример, когда отступали президенты. Да, Москва тогда была в 1941 году, Москва была позади. Сейчас Москва впереди, она всегда впереди. И туда не надо отступать. Но есть пример, когда туда просто убежал первый наш президент Аскар Акаев. От гнева народа своего убежал. Второй президент убежал в Минск. Атамбаев бежать отступать не хочет, потому что полагает, что нет уже места, куда бежать. Заняты эти места. Ну, Евразия большая, мест много, но отступать он не намерен. Не намерен отступать. И статус экс-президента с него сняли. Статус экс-президента с него сняли. Парламент он зачем-то назвал таким кыргызским словом чимкрик. Ну, это не скажем, что это такое очень бранное слово. Ну, в переводе он означает сморчок. Ну, сопляк. Получается, сопляки сидят там, парламент, 120 сопляков. По его логике он чимкрики называет в множественном числе. Потом говорит, что он совершил роковую ошибку. Оказывается, роковая ошибка его в том, что он привел в кресло президента Сорумбая Джеймбекова. И теперь, ну, ладно, хорошо, допустим, так. Но зачем говорит о том, что, значит, он эту ошибку совершил, он эту ошибку исправит. Это звучит в стиле Тараса Бульбы. Тарас Бульбы. Когда он выбирал между своей родиной и своим сыном-изменником. И говорил, я тебя породил, я тебя и убью. Это был великий выбор. Это был великий выбор. У Атамбаева выбор невеликий. Это выбор между реваншем и бегством. Остается ему или реванш. Реваншом приходить на пост снова, возвращаться на должность президента. Или же отступать Москву. Ну, Москва занята, в другие места будет отступать. Вот такой атаман у нас. Теперь газеты наши, вот, скажем, газета «Суперинфо». Вот такая газета есть у нас. «Суперинфо». Здесь написано вот так. Атамбаев, Сот, Тоймес, Майдан. Атамбаев выбрал не суд, имеется в виду, что он должен предъявиться в суд и ответить на те обвинения, которые ему предъявляются. Он выбирает не суд, а выбирает Майдан. Слово «Майдан» – это тюркское слово, но оно очень как-то напрочь, прочно так засело в сознание нашего соотечественника сейчас, в связи с Киевом, в связи с Украиной. И вот получается, суд или Майдан – опыт Украины. Но этот опыт Украины, он ведет, мы же видим, к чему это ведет. К чему он привел Порошенко этот опыт. Он, во всяком случае, не ведет к храму. Может, это ведет к бездну, да. Но мы видим, что это ни к чему хорошему не приводит. Вот на таком фоне, на таком фоне происходят следующие вещи. Ну, сначала давайте я напомню вам, что у нас уже пятикратный опыт крови был. Пятикратный опыт крови. Для чего я это говорю? Для того, чтобы сейчас задача нынешнего президента Сурумбая Джеймбекова – это не допустить лобового столкновения. Обеспечить, как гарант Конституции, обеспечить безопасность для государства, для народа. И как главнокомандующий не допустить лобового столкновения, которое может привести к крови. У нас уже пять раз это было. Вот в 90-м году Ожские события, первые Ожские события. В 2002-м году Ахсийский расстрел. В 2005-м году первая революция, март. В 2010-м году вторая революция, апрель. И в 2010-м году, как следствие этого, значит, июльские события, Ожские события в два раза. Понимаете, тут даже у нас повторы, у нас даже порядка веки уже повторы. Потому что два раза происходило. Первый, второй последовательность, да. Теперь вопрос в том, что не надо делать и кого не надо слушать. Мы не можем говорить президенту, делай так, делай так. Не делай так. Не можем этого говорить. Но мы можем говорить, что не надо делать и кого не надо слушать. Это мы можем говорить. Я полагаю, что не надо слушать ему генералов и советников. Тех генералов и тех советников, которые всегда говорят всем президентам, что они держат ситуацию под контролем и не допустят торжества. Вот тех сил, которые противостоят, они всегда будут говорить так. Мы задавим все попытки инакомыслия, мы держим под контролем. Но мы видим, что не получается у них. Мы несколько раз видели, что они не держат под контролем и не давят инакомыслие, в котором они видят зло. Наоборот, подставляет президента. Не надо служить исполнителей, потому что исполнители – это придворные чиновники, которые будут делать рапорты в таком духе. Черные называют белым, белые, черным. То есть то, что нужно им – это исполнители. Я еще хочу сказать, что не надо слушать поэтов, писателей наших, известных поэтов, писателей-драматургов. Такие критические моменты их слушать не надо, потому что они могут подставить. Они уже подставили президента с идеей открытия Академии Манаса и Айтматова. Последствия этой идеи будут еще аукнуться нам. Не надо слушать особо, хочу подчеркнуть, что не надо слушать ясновидящих и фанатиков мусульман. Не надо их слушать. Потому что они уже подставили нашу власть. Когда ликвидировали мумию, музейный экспонат мирового значения, они по их предложениям, по их инициативе закопали в Министерство культуры, выносят решение закапывать эту мумию. Еще один момент, который настораживает нас, это услуги того человека, известного человека, фамилию называть не буду. Ну вот и в библейской, значит, и в христианской библии есть такое понятие донайцы, дары приносящие, то есть это те, которые зло приносили. Так вот, этот донайец прославился тем, что создал в свое время при Акаеве армию белых шапочников, белых шапках, которые, значит, громили оппозицию. Теперь он заявляет, вот он теперь заявляет, вот газета «Майдан», пожалуйста, с его фотографией, что он заявляет, что он готов организовать шествие «Койтаж». Какое шествие? Кого шествие? Кого громить на этот раз? И какие шапки он наденет на них? Наверное, желтые шапки, что ли? Какие? Что он хочет этим делать? Шествие «Койтаж», антимитинг, там митинг, значит, антимитинг. К чему это проведет? Вот это как раз приведет к тому лобового столкновения, которое не должен допустить глава государства. Вот в чем опасность. История была такое уже, шествие. Были такие митинги. Где-то помните, значит, в 1905 году в России шествие во главе с Попом Гапоном. К чему это провело? Это провело массовому расстрелу демонстрантов. Еще один момент. Есть такая категория у нас профессионалов, специалистов, которых называют черные пиарщики. Сейчас идет тенденция, зачем-то возвращает этих черных пиарщиков, специалистов этого черного пиара, зачем-то возвращает в администрацию президента на должности, действенные должности. Зачем? Они же в свое время обслуживали, начали с Ахаева, эти пиарщики. Они же придумали лозунг «Мой президент», который очень созвучен, близок, родственен, лозунг «Мой фюрер». Слово получается по басне Крылова. Сколько раз твердили миру, сколько раз твердили миру. Вот такая басня Крылова есть. И все не впрок. И в сердце всегда насчитывает уголок. Вот я говорю о пиарщиках этих. Зачем их возвращать? Ну, хотя бы новых взяли бы, молодых из молодого поколения. И эти, может, 60 лет, они возвращают их. Ладно, не будем кормить крызовского соловья русскими баснями. Не будем. Но разрядить ситуацию президент обязан без схватки титанов. Не допускать столкновения. Если нравится экс-президенту там сидеть, не хочет он нам делать отступать, не хочет он прекратить играть в политику, держа в кармане или где-то он держит свой пистолет. Надо оставить его в покое. Надо оставить его в покое. Пусть сидит там до зимних морозов. Сидит пусть. Не надо провоцировать его. Потом начнутся выборы. Сам выйдет на эти выборы. С остатками своей партии будет бороться за депутатские мандаты. И на этом инцидент будет исчерпан. Но самое главное здесь у нас, чтобы не допустить столкновения. Потом провокации. Не допустить провокации. У нас провокации бывают в таких случаях, когда не власть может использовать силу, а другие, с других позиций другие силы могут использовать эту силу. А потом, значит, сослаться на власть. Поэтому не надо этого допускать. И еще провокации типа, значит, поджога Рейхстага. Был такой поджог Рейхстага при Гитлере. После чего, значит, он начал войну со своими врагами. У нас нет Рейхстага. Но у нас есть Генеральная прокуратура, здание которой два раза жгли, целенаправленно жгли. Там были дела, уголовные дела, оригиналы уголовных дел по контрастным таким преступным махинациям. Их жгли. Два раза сожгли. Теперь прокуратуру перенесли в новое место, дали новое знание. Но нет гарантии, что в третий раз могут сжечь. Это будет провокация. Не надо допускать таких поджогов Рейхстага. Рейхстага. Теперь о историческом времени. Историческое время у государства, у нашего государства, на стороне нашего государства. Это историческое время. Личное время, Атамбаева, это не историческое время государства. Потому что оно на другой стороне. Она идет в противоречие. Потому что экс-президент поставил себя против государства. Он обратился в конституционный суд, надеясь на то, что ушлые юристы помогут ему выйти из этой ситуации. Да, у нас юристы, они такие ушлые, что могут превратить цветы в пепел. В свое время они превратили хронологический третий срок Акаева на бумаге превратили в срок. Это даже не на бумаге. Это объяснился во второй срок. Третий срок приставили вторым сроком. Вот такие. Изощренная юриспруденция. Ну, рассчитывать на это не надо. Потому что Атамбаева, господин Атамбаев, ждет не де юре, такое есть понятие де юре, де юре от адвокатов, а его ждет де факто от закона. Де факто от закона. Ну, еще пример из истории. Есть такое древнее понятие «последний день Помпеи». Может быть, это его ждет. Если он не остановится, если он не прекратит играть в политику, пусть играет на гитаре. Все, спасибо. Нас ждут другие темы. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok